Это яблочные сады, а сзади меня Хвалынск, центр яблочного края. Наконец мы здесь. Хвалынский район Саратовской области мы выбрали не случайно. Это действительно уникальное место России. Для туриста здесь просто неизведанный рай – Швейцария на Волге. Но не будем забегать вперед, все по порядку. Для начала заселимся в отель. А если точнее, то в парк-отель Хвалынский. Очень уютное местечко, особенно для отдыха с детьми. А какой шведский стол, какое разнообразие. Хочется взять все и сразу. Так, стоп. Надо держать себя в руках. Нам предстоит увлекательное путешествие по достопримечательностям Хвалынска. Для поддержания эластичности мышц и суставов каждое утро я принимаю коллаген ультра. Делать это очень просто. В коробке 7 пакетиков. Я развожу один пакетик в воде, соке или кефире. Каждому, кто ведет активный образ жизни, коллаген ультра просто необходим. Все подробности о препарате можно узнать на сайте. Клинические исследования, вкусы, где его можно купить. Все это написано там. Пройдемся по парк-отель. Меловые горы и реликтовые сосны. А какие виды! А еще чистейшие родники и потрясающий воздух. Ведь мы на территории национального парка Хвалынский. Вода просто серебряная. Но это неудивительно, это сплошные ионные серебра. Вкусная, но очень холодная. Еще один необычный факт. Вода, которая течет у нас из кранов, где мы живем, питается из этого родника благодатного. Вода, которую я пью, из родника целебный источник. А родник Черемшанский снабжает водой местное озеро. Прямо на территории отеля проложена экологическая тропа длиной в 3 километра. Можно прогуляться пешочком, чтобы увидеть всю эту красоту воочию. Правда, сегодня немножко прохладно. Эти 120 ступеней ведут меня на смотровую площадку. Там водопад. А еще там крепостная стена. Заберемся на башню. Почти дотянулась. А это те самые меловые горы. Конечно, они сейчас покрыты снегом. Не очень хорошо их видно. Но зато мы видим сосны. Это реликтовые сосны. И растут они только здесь, на меловых горах. А вот так они выглядят летом. Еще во времена Мезозойской эры здесь бушевали воды Сарматского моря. Затем оно пересохло. А многочисленные отложения крохотных раковин сформировали меловые горы. А на них уже выросли эти самые уникальные сосны. Сам Хвалынск – это старейший город Саратовской области. Он был основан 500 лет назад. Центр Хвалынска уютный, старинный, купеческий. Одна-двухэтажные домики конца 19-го – начала 20-го веков создают ощущение, что просто оказался в другом временном измерении. Только вывески убрать. Сейчас в городе проживает около 12 тысяч человек. И эта цифра не меняется уже два века. Зато туристов ежегодно прибывает сюда более 300 тысяч. Скажите, пожалуйста, что же такого замечательного есть в Хвалынске? Мы рады приветствовать вас на гостеприимной Хвалынской земле. Город Хвалынск – один из самых старых городов Саратовской области. Расположен он на севере региона. Среди прекрасных меловых гор и уникальных, замечательных реликтовых сосен. Вообще в Хвалынском районе более 150 объектов культурного наследия. И мы этим гордимся и очень рады. Это действительно наша уникальность и генетичность. Вообще Хвалынск, он уникален. Он красив и зимой, и летом. Здесь зимой прекрасные вот такие спортивные развлечения, летом разноплановые, очень интересные экскурсии по там, Хвалынского района. И вот, если можно так сказать, наверное, все-таки романтика Хвалынская, она здесь сочетается с таким адреналином спортивного драйва. Здесь оздоровление, здесь созерцание прекрасного ландшафта, здесь вера и любовь в нашу территорию. Я всегда говорю, кто раз приехал в Хвалынск, тот обязательно приедет сюда еще не раз. История Хвалынска примечательна тем, что до революции этот город был одним из центров старообрядчества России. И первым в кубернии городом, который получил право на постройку старообрядческого храма. В 1914 году на деньги старообрядцев возвели Покровскую церковь. На ее месте сейчас стоит православный храм воздвижения честного и животворящего креста Господня. А от старообрядческой церкви здесь сохранился лишь престол. В чем прелесть маленьких городков? Две минуты, и вот мы уже у Краевического музея. Краевический музей располагается в самом центре города, в старинном двухэтажном особняке начала XIX века. Его хозяином был Михаил Алексеевич Радищев, правнук того самого Александра Николаевича Радищева, написавшего «Путешествие из Петербурга в Москву». Помните? Первый этаж особняка вмещает экспозиции об истории здешних мест с древних времен. На втором этаже особняка устроены мемориальные помещения. Буфетная и рабочий кабинет хозяина. Многое уцелело и прекрасно сохранилось. Здесь умеют беречь историю. А этот стереоскоп принадлежал лично Михаилу Радищеву. И как раз там находятся фотографии, которые посвящены его путешествиям по Европе. Узнаю Париж. И этот большой красивый стол тоже принадлежал Михаилу Радищеву. Попробую сесть. Прям трепет. Трепет вызывает вся экспозиция. Здесь вы можете увидеть купеческий быт и вот такую коллекцию икон. Их смутные времена настоящим подвижникам удалось спасти от уничтожения. Хвалынск – это один из центров старобрядчества в России. Поэтому не случайно именно здесь выставка таких вот спасенных, сохраненных старобрядческих икон. Ну, я не совсем в тренде, потому что я в желтом. А вообще вот такой вот красный, он очень был популярен среди жителей Поволчья. Он доминировал в их национальной одежде. А какие ремесла были распространены в вашем крае? Хвалынск богатый был на ремесла. Здесь и валенки делали, и шапки, и обувь различную, и глиняную посуду, пожалуйста. И производство из яблок, потому что Хвалынск – это яблочный край. Но вот одним из интересных таких производств и ремесел было изготовление пряников печатных. Дело в том, что Хвалынский уезд во всей Саратской губернии был единственным, где существовал этот промысел до начала 20-го столетия. И в нашей коллекции сохранились вот такие замечательные пряничные доски. Ну вот, например, смотрите, вот эта вот пряничная доска. Попробуйте прочитать, какие слоги на ней написаны. Вот такие доски делали для того, чтобы дети учились в грамоте. А вот такой, например, для чего вы думаете служил? Ну, это форма, по всей видимости. Треугольники, да. Геометра. Да, геометра, наверное. Ну, на самом деле не так. Смотрите, какой большой, массивный пряник. Считаем? Каждый день тут такой не пекли. Нет, это пряник разбонный. Вот, кстати, идет свадьба или празднество какое-то. Так хозяева чувствуют, что пора бы уже гостей как-то выгонять, а не спаять на стол. Каждый отламывает себе по небольшому кусочку, равный вот этим долькам. И гости понимают, что пора по домам. Ах, вот как интересно. Следующий пункт нашей насыщенной программы – дегустация. Буду пробовать традиционные хвалынские пельмени и вареники. Вареники деревенские и пельмени деревенские. Очень все красиво выглядит, даже не знаю, что предпочесть. Начнем с вареников. Тесто тонкое, в ручной лепке. Ммм, очень вкусно. Пальчики оближешь. Производство это местное, но продукция его известна далеко за пределами Хвалынска. А теперь попробуем другие. Ммм, тоже очень вкусно. Пробовать надо обязательно. Недалеко от города Хвалынск, вблизи села Подлесное, расположен социально-оздоровительный центр «Пещера Монаха». Туда я и отправлюсь. А мы находимся в уникальном месте. Это соляная пещера. Здесь аж три вида лечения. Первый – это светолечение. Смотрите, видите, какой уникальный цвет. Второй – это лечение солью. Ионы серебра, магния, железа. Все это выходит вот отсюда, распределяется по всей этой площади. И человек, находясь здесь, вдыхает этот целебный воздух и, соответственно, получает лечение. И третий вид лечения – это релаксация. Когда сидишь, наслаждаешься не только этим микроклиматом, но еще и прекрасной музыкой, которая обычно звучит при процедурах. Специалисты считают главным достоинством этого места богатый ионами воздух и лечебные туманы. Тумана мы не застали. Не та погода. Но микроклимат очень отличается от окружающей территории. Просто оазис какой-то. Именно это и создает благоприятные условия для лечения пациента. Вода здесь тоже необычная, целебная. Место выбирали монахи, а они знали, где селиться. Пойдемте в водоречебницу. В спектр процедур входит и вот такая. Это ванна для аэрогидрохромотерапии. Все виды лечения совмещены в одной. Хваланский край славится своими яблочными садами. И здесь мне удалось попробовать такой натуральный, вкусный яблочный сок. Он готовится без применения ароматизаторов, без консервантов, без сахара. И поэтому сохраняет все свои вкусовые качества. И аромат. Он готовится методом щадящей пастеризации при 80 градусах Цельсия, что помогает сохранять его натуральный вкус и аромат. Сок разливается вот в такие бутылки или в пакеты. После того, как пакет открыт, сок хранится порядка 15 суток. Если вы думаете, что вечером в Хвалынске нечем заняться, то это не так. В парк-отеле Хвалынске, где мы остановились, есть прекрасный СПА-комплекс «Черемшанские термы». Здесь вы восстановите силы и расслабитесь. Можно даже при минус 20 поплавать в горячей воде прямо на улице. Да, я еще погощу, пожалуй, в Хвалынске. И завтра меня ждет увлекательнейшая программа. Но об этом в следующем нашем выпуске. Не пропустите! Субтитры создавал DimaTorzok